когда у вас свободного времени 3 часа хочется съездить на рыбалку можно например это сделать вблизи города вот как в нашем случае это недалеко от базы прометея чуть выше за мной уже видно рыбаки во всю во всю рыбачь сейчас время 8 часов начала 9 мы тоже приехали буквально на три часа сегодня у нас хороший такой морозец градусов 13 14 ветра практически нету лед вообще чистый снега абсолютно нету и вот как раз в этом месте вот тут вот прямой спуститься там но идет вот так вот волнами да и можно как раз вот если чуть дальше отойти выйдешь на 13 метров вот поэтому я сегодня даже не стал брать ящик а взял а взял вот так вот вот только удочку у меня и 2 ратвина больше даже ничего брать не стал смотри вот здесь вот совсем другое дело знаешь какая разница здесь 8 метров представляете вот тут 4 практически да а здесь практически 8 вот 7 и рыб какая-то стоит рыба вроде есть да надо попробовать часто смотреть как получается вот тут где я стою до 4 метра а вот прямо за мной буря для того что свою батарею выставить там уже восемь метров то есть между нами метра наверное 4 5 и вот такой же идет сильный слаб но все рыбаки находятся в основном вот там за мной видно и еще часть вот там где-то пример напротив приметея и наверное чуть дальше приметея вот он прям за мной вот рассвет вообще шикарный посмотрите у меня принцип дедовский простой я ловлю на тюльку с применением груза чебурашка и конструкция следующая две тюльки внизу чебурашка обыкновенная можно на узелки завязать можно на застежки здесь вот 10 сантиметров и тройничок сантиметров 40 30 от груза делаю застежку и ставлю либо тройник либо одинарный крючочек и обязательно на этой железке делаю вот такой маленький тройничок вешаю вот третий номер и хватает и втыкаю его в хвост не уход за чтобы он не стыривал нет не потому что не стыривал 30 процентов поклевок и поимки рыбы вот не всегда садится сюда а вытаскиваешь вот как раз на этот страховочный тройничок да как думаешь папу сегодня поймаем че-нибудь обязательно так давайте в двух словах расскажу о планах на ближайшее будущее мы хотели с андреем ферафон там еще до нового года выехать на рыбалку да по значит по ловле на ратлина очень много было вопросов у него вот но так сейчас пока не получается так как-то рыбалка не складывается у меня тоже время не хватает вот поэтому наверное уже после астрахани 6 января мы с ребятами той же компании выезжаем в астрахани правда сейчас пока там льда нету но надеюсь мы приедем у нас стоит зимняя рыбалка а уже наверно после по приезду поеду в казань к андрею и с ним еще заснимем видео как раз по ловле на ратлины там дарные удочки какие-то по-моему новые появились в общем в принципе материала много интересного поэтому думаю будет будет есть о чем поговорить с ним и ему с вами соответственно взял сегодня вот два таких ратлина это прошлый раз я на суре сразу разловил есть сушат ударил то как я вообще обалденный но небольшой вот так вот ребята такой маленький злой как собака на подбросе ой на нападение взял обратно быстрее пока он там глаза свои не выпучил вот так вот видите а вы не верите зеленый ратлин работает вот а и вот такой голубенький с оранжевым животиком ну вообще вот мне нравится любые приманки что балансирует что ратлина им чтобы не был какой-то оранжевый животик не как-то это по опыту рыбка лучше реагирует на такой цвет хотя у этого у зеленого ратлина никакого оранжевого цвета нету но тем не менее я тогда пойму вот сейчас мы тут пока ставили вот чувствуется достаточно как сильное течение есть вот это конечно удивительно поэтому вода 16 грамм вообще сниму наверно поставлю опять у зелененький потому что будет сносить и начну слоить народ подтягивается что же товарищ пока у нас не клюет поделюсь впечатлениями от костюма от бренда ласкан костюм поплавок от широкий у них который вышел сначала сезона я его ношу был много-много достаточно раз на рыбалке принципе не было только сильных морозов сегодня у нас 12 градусов если чувствую достаточно комфортно да вот я даже ответе расстегнут у меня там два слоя термобиля как бы больше нет но с другой стороны и ветра нету вот но по ветру уже как бы отзывы были да он не пропускает тут все как бы хорошо все нормально также я думаю что не будет проблем с мембраной здесь она должна быть даже лучше чем на new polar хотя у меня вот не повод три года я им пользуюсь и и под дождь попадала в принципе да и вот и кто-то там теста даже делал то есть мембран держит хорошо как бы был бы глупо делать здесь мембрану хуже чем потом в костюме вот потом чтобы на чтобы я обратил внимание в принципе это классический костюм поплавок тут ничего такого сверх нового нету та же самая юбка например вот внутренние карманы вот все в принципе ничего такого удивительного вот что по некоторым решением которые я бы сделал наверно по-другому вот допустим new polar который у них обновленная линейка да они карманы сделали на магнитах здесь почему-то они сделали на липучках вот видно да на липучках и те же самые липучки находятся вот здесь вот внизу вот почему-то они решили это сделать так что мне здесь понравилось кстати говоря вот как сейчас покажу вот здесь вот пенка на наколенники да и вот такая же пенка она стоит ну на папе на папе так прям прямо и скажем вот ну то есть хорошо когда сидишь у тебя очень как бы это комфортно замечательно себя чувствуешь как бы она лишних в любом случае не будет последний раз когда на туре были 22 километра шли пешком ну то есть лишь потеешь до влага выходит это у меня лежал телефон во во внутреннем кармане вот здесь вот да потом я даже пробовал телефонный вот в этот карман перекладывать почему-то у меня был сырой все в таске он сырой вот почему так происходит не знаю вот но вот не знаю не за счет недочет наверное телефон не должен быть сырым и карман не должны промокать надо изолировать как-то вот такой вот момент и вот а во всем остальном ну костюм абсолютно полностью выполняет свои функции и в общем-то меня устраивает ну что как мужика сидит на окуня прошел все тоже ни одной поклёвки не было рыбацкий обед да видите у судака сегодня время с биржом не пришло кучать а вот мы и решили перекусить время 10 часов да наверное сегодня нечего ловить но ты знаешь чихонько сегодня у меня ничего с утра не ело опять смотри время 10 часов а народ уже собирается домой больше половины этих рыбаков которые здесь сидят он поднялись уже в гору уезжают 10 часов 10 часов вот этим хороша рыбалка такая городская скажу да когда ты приезжаешь тебе полчаса от от города до места приехал не клюет собрался уехал все вопрос закрыт вот немножко так вот папа кайфовал да вот чаек попил до солнышка классно вкусно самое главное на природе свежий воздух с лесом с тайги вкусно сейчас уедем к трем приедем может пойдет три корпоратив уже надо готовиться на добрый пёс ну что давай давай не стесняйся смотри как аккуратно да ну хлеб-то салом пахнет смотри со второго разъезд с ошейником чья-то собака может может с базы все к другим пошел ну что ж друзья состоялась крайняя рыбалка этого года теперь мы наверное уже увидимся следующем на рыбалке в астрахани с андреем ферафонцевым да у нас на каме рыбалка предстоит вот сегодня мы не поймали ничего но ничего страшного в два-три часа на природе провели здорово вот сейчас едем домой дела есть там и все остальное вот но всем я вам желаю отличных новогодних праздников всех с наступающим новым годом и до скорого увидимся хороших улов